всем доброе утро с вами меха на канале похудеть бесплатно сегодня пятница мотивационный такой ролик как обычно моим любимым девочкам подписчики цветочки пока они еще тут есть осенний вот у нас теперь вместо цветочков елочка уже поднарядили такая красавица стоит парке шевченко большая красиво . огородили и таким заборчиком веселым и потом будет наверно светиться и мигать так что вам сегодня рассказать мои дорогие как у меня дела дела у меня отлично потому что я знаю техника улыбка бога кто не знает вчера был ролик посмотрите как она делается очень легко делается и придает настроение в любую погоду царите сегодня такая опять сырая какая-то тучная погода тучки настроение от этого не может испортиться всякая природа хороша главное что мы на природе знаете чем закрытой комнате сидеть расскажу я вам знаете что сегодня не рассказывал иногда рассказываю там своим друзьям близким мама моя любила очень слушать историю всегда когда там ее какие-то подружки приходят миша расскажи про аллу борисовну пугачева смотрите был это двухтысячный год где-то вот те года плюс-минус один там я работал в одной охранной фирме работал я сутки через трое сутки работаешь охранял я офисами трое отдыхать помимо этого у нас были подработки это называлось вот когда у тебя выходные могли за буквально 45 часов дать тебе там ну пускай я не буду говорить суммы пускай этом ну я не знаю 50 гривен дать за три часа как эта подработка выглядит это когда приезжали артисты какие-то охрана агентства договорить договаривалась чтобы дополнительно охранять их там по периметру ну чтоб знаете фанаты маньяки чтобы и нас выставляли и я вот на таких подработках был на концерте пугачёвой там гости из будущего демо опять и мошенники ну короче в чем прикол этой подработки ты получаешь деньги еще и прям вот так вблизи походишь с этими с артистами у меня эти флэйра были которые они подписывали мне лично и я в этом племянница маленькая была тогда еще и я и привозил она в шоке был как ты что их видел да они тогда были на пике популярности эти артисты и вот как-то мне на подработку приедешь приезжаю в нашу мускомедию знаете откуда вот мы с саней начинаем идти там мускомедия у нас и в мускомедии получается выступает алла борисовна пугачёва я у нифига себе вообще шикарно да конечно приеду и начальник охраны распределяют нас по местам расставляют и тут мне так ты и вова черные фамилии сейчас помню вы идете на второй этаж становитесь напротив комнаты там я не помню номер комнаты сейчас точно вот такой-то и стоите и не отходите весь концерт мы такие оперный театр мы хотели в зале знаете в зале на что же ставят наши а мы получаются наверху возле каких-то комнат охранять ну да ладно пришли стали возле этой комнате ну блин представляете этом концерт два часа например там плюс подготовка ну 3-4 часа стоять на это ну скучно в коридоре ходим там рассматриваем о раздевалка дом то есть гримерка михаила водянова это папандопова из фильмы свадьба в малиновке о там такое-то такое-то ну прикольно ходим потом раз смотрим заходит милиция пришли проверили ту комнату но мы стали возле комнаты проверили комнату потом приходили минеры тоже такие проверили все на наличие мин это потом еще собачники приходили с собаками собаками все проверили все и сказали стоять никого не впускать кроме как придет в этой гримерке будет мироваться алла борисовна пугачева остальных мы туда не пускаем все понятно все понятно мы такие огни вегасе мы вообще получается алла борисовна будем ну вот так близи видеть стоим дальше потом нету никого полчаса стоим 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 что там открывается дверь идет как толпа народу мы такие думали что такое что происходит а потом понимаем получается идут вот эти у аллы борисовны на концерт естественно его надо обслуживать гримеры светотехники там вот эти звук который какие-то музыканты какие-то ну там такая топича идут там смотрим и идет алла борисовна с двумя охоронцами такие охоронисты хоть дядька здоровый блин и еще один с ним все они подходят а я такой здравствуйте алла борисовна привет коль не шутишь вот это наша комната до заходит охранник получается остается на улице она зашла в комнату охранник ну с нами остается возле двери остальные все разбрелись по этим комнатам соседним там занимаются подготовкой концерт потом пришел гример зашел к кали борисовны там делать и макияж там потом приближал ее стилист тоже платье там бы туда зашел но мы познакомились с этим охранником и стоим вот он в такой получается рубашки на выпуск но видно было что вот под рубашкой есть минутам или пистолет или что ну так сверху прикрыто не торчит снаружи ничего мы познакомились его тоже вова зовут внуста и мы он говорит а чё вы это стоите вот вышел будете четыре часа стоять мы говорим ну да нас поставили тут а чё вы стулья не возьмете где нибудь в этом мы говорим да какой сейчас за стулья это нам прибежит начальник да спелили скажет вы что то ничего не прибежит сейчас я возьму стулья он берет стулья зашел какую-то рядом комнату дайте два стула садитесь говорит потому что я то сейчас пойду салой борисовны на концерт там буду а вы чё будете стоять как дураки правды нет в ногах садитесь мы такие серии сидим тут это прибегает начальник а начальник побежал там всех расставляет всех контролирует на улице люди в залезу люди наш начальник который по охране он такой а вы чё сидите а тот охранников я их посадил пусть сидят потому что мне не надо те которые устали и будут переминаться с ноги на ноги будут невнимательны а ну хорошо убежал все мы такие он себе тоже что сидим троем разговариваем там а то мы сом про одессу про открывается дверь алла борисовна пугачёва ну короче оттуда вышли уже стилисты гримеры все она одна и она а подождите перед тем как она открывается дверь начинает а мы таки раз со своим стримах тут охранник ничего это она распевается алла борисовна как начала распеваться у меня голосина такая там аж стены трясутся понимаете чем кайф вот она не знаю как она там раньше вот я вам точно скажу что она выступала в живую она пела в живую поэтому она распевалась не то что она под фанеру вышла она распевалась и пела в живую мы смотрели потом концерт со стороны короче она там распевается распевается открывается дверь получается охранник сидит напротив двери а мы с двух сторон рядышком открывается дверь я получается вот алла борисовна вот тут дверь я слева 2 мой охранник справа тоже вовозу и вова охранник аллы напротив открывается дверь выходит мальчик ну лет ну как максимум десяти поворачивается и пошел по коридору мы такие сидим тревем смотрим а я у этого алла нового охранника спрашиваю а кто это в смысле вылетает алла в наряде в таком в этом балахоне вы знаете него ребята кто это не знаю она так что ты сидишь догони его и мой второй охранник помчался догонять того пацана тут пацан рванул по коридору мы тут она такая своему охранник во в чем дело почему как как я сижу говорит крашу зеркало проходит мальчик и говорит здравствуйте алла борисовна и пошел на выход мы так мы я говорю подождите все проверили все все это выходит пока мы стоим ругаемся выходит мальчик второй такого же возраста и говорит здравствуйте алла борис я его хватит за руку стоять мы говорим ты откуда он такой перепуганный ребенок мы с улицы как вы сюда попали проверяли ничего не а мы вот на мускомедии вот такие кресты на окнах но звезды вот эти для украшения они по этим звездам залезли на второй этаж и прямо через балкончик дверь была открыта лето и калий борисовне поздороваться они залезли понимаете эти дети она мне оперный театр что это за охрана вы чё это все позволяйте я там заплатила деньги сюда она вызывай своего этого начальника я говорю сейчас пойду позову что значит пойдешь позовешь давай по рации я говорю нет у меня рации что у вас рации нет нет у меня рации вот встаю сюда шо я вот столько заплатила а вы я говорю я не знаю сколько вы заплатили мне говорю дали 50 рублей я стою у вас охраняю без рации без пистолета она и оператор эти одесситы накололи столько бабок взяли короче на шум прибегает наши начальник как он получил пилюлей от аллы и от охранника того на гараже вы сказали ему все что они думают об этой охране музыка какая-то заигра помните а через века память через года помните о тех кто уже не придет никогда помните не плачьте не знаю из чего обычно вы знаете я хожу тут не говорит а сегодня вот говорит возле памятника неизвестному матросу стой может проверяет оборудование перед какими-либо и стихами жизнью просторны каждой секундой каждым дыханием будьте достойны люди покуда сердца стучатся помните какой ценой завоевано счастье пожалуйста помните песню свою отправляя в полет помните о тех кто уже никогда не споет помните детям своим расскажите о них чтоб запомнили детям детей расскажите о них чтобы тоже запомнили во все времена бессмертной земли помните мерзающие звезды видя корабли о погибших ворона на пик залезли встречайте трепетную весну люди земли убейте войну проклините войну люди земли мечту пронесите через года и жизнью наполните но а тех кто уже не придет никогда заклинаю помните так мы попали на прослушивание ну как он говорил что-то там про весну это видать просто они проверяли работают микрофонов колонок я не знаю почему-то ну вот на такое прослушивание мы попали поэтому нам напомнили что была война много людей погибших чтобы мы помним как это страшно на самом деле и плохо я против я замер так короче тот начальник там извинялся все мы сейчас все исправим побежал на улице там под окнами поставил еще двух пацанов чтобы никто больше не залез она говорит блин а вот представьте если бы это не мальчик а маньяк залез вы сидите тут под дверью а он залез в окно ко мне и убивают меня ну короче пошли они на концерт нам строгом на строго сказали никого не пускать будут час ломиться приходить какие-то фанаты с цветами никого сюда не пускать не поняли вопрос исчерпан начался концерт но мы же не можем стоять просто так давай по одному мы получается вот дверь а вот там вход в тот концертный зал мы по одному выбегали мы получается видели так дверь приоткрывать и видно со стороны сцены вот это как идет концерт как алла поет блин как как она вот это спела песенку там уходит пока там музыканты играют знаете она там переодевается и это не переодевается там раз есть сразу там сменили гардеробчик обновили там что-то подретушируем и она все время вы знаете вот прям в таком я в шоке бы а вот так выходит и саша блин но не были на вот так какого хрена что это был засвет я сейчас залезут я сброшу оттуда бы сделай нормально все и постоянно вот так вот знаете вот контролировала весь процесс не то что вот холли такая баги она такая там она там она в живую поет классно конечно концерт шикарный народу полно конечно алла борисовна ё-моё мы стоим 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 начинает заканчиваться концерт начинают ломиться фанаты какие-то люди заходят скажем куда вы идете стойте ну вот так становишься прям проходит стойте я туда не пошел вот я там такой-то какой-то я известный дизайнер одесский я принес алле борисовне платья игру сушить дизайнер стойте сейчас она придет там охранники знают вас или договорено пустят пока вы не можете там нет никого никуда и вот это начинает народ собираться стоит мы слова блин держим их больше больше этих поклонников фанатов короче потом прикол концерт закончили идет получается алла все там напряглись выходит сначала ее вот этот менеджер главный тоже там и и несет такое манекен голова а на нем рыжий парик алла борисовна идет и не рыжая она была милирована я такой шоке и не кучерявая вот знаете а вот этот кучерявый рыжий парик но вот этот ее стиль когда она потом она уже конечно вы помните уже с разными прическами а помните изначально вот этот такой же парика кучерявый как это ледяной горой а вот вот этот я только в шоке короче они зашли охранник и и подходит к нам говорит что мы говорим вон смотри сколько народу блин она приходила фанаты дизайнер и тот самый вот этот дизайнер рвется рвется он говорит я дизайнер туда-сюда я вот алле борисовне принес подарок чтобы она померила дизайнерская платья туда-сюда мы говорим давай сюда я передам он дает такой аккуратный сверточек дает а тот охранник вот тут лицо дизайнера охраннику баба барабан ему главное чтобы туда ничего не подсунули поэтому он вот так его знаете скомкал и прямо вот прощупал чтобы не было никакой взрывчатки ничего потом пошел раз пошел собрал цветы вот и от этих поклонников сказал тут никто не будет находиться комнату мы вас не пропустим поэтому хотите отдавать цветы кто хочет и идите вниз и ждите сейчас она будет выходить через задний вход все там взял цветы и вот это платье а тут охранник дизайнер стоит я подожду к что там алла борисовна скажет может ничего не ждать она ничего тебе не скажет потому что она что будет сейчас твое платье мир она тебе потом напишет если ты оставил там визитку он гордаст там все говорит если твое платье будет интересно тебя найдут ну вот я хотел бы лично он горд лично не будет идите вниз идите там лично спросите все всех разогнали потом правда приходили двое детей я не буду говорить кого очень крутого человека двое детей их провели прямо к или борисовне они там 10 поговорили они с цветами пришли и все и ушли а так больше никого не запустили потом слышим она позвала охранника что он зашел еще что-то они там порешали он выходит и говорит так алла сказала сегодня она не дает как никаких комментариев интервью поэтому сейчас говорит смотрите спускаемся я иду впереди она идет сзади меня ну вот как как за стену его идет а вы идете за день ее с двух сторон чтоб никто там сзади нет если вдруг кто-то вот это сует что-то сейчас толпа там будет когда мы будем выходить она выходит по коридору прямо и в машину сразу без остановок без фотосессии без если кто-то что-то тянет руку бейте по рукам никаких дотрагивания ни одного чтоб не было это еще начальник наш пришел он ему дал установку внизу сделать из ваших сотрудников из наших пацанов живой коридор и она по этому коридору прямо в машину и уж и уехал понятно понятно все понятно мы стоим получается вот дверь вот один охранник я слева стою и тут напротив наши главных охранники выходит алла поворачивается начинает идти я тоже поворачиваешь чтобы идти сзади зала борисовна она такая блин я так устал и берет меня за руку да я буду за тебя держаться меня не сбили сейчас эти поклонники хоть для чего-то ты нужен охранник и я иду прикиньте под правую руку салой борисовны пугачевой и спускаемся мы вниз а там народу капец наши сотрудники держат живой коридор вот от цепи все мкнули мы начинаем идти быстро по этому коридору машина уже стоит такой себе там кабриоле ну этот rolls-royce открыта дверь и мы начинаем идти вот такое вот расстояние вот как вот до этой металлической штуки и мы начинаем идти и тут народ кричать шуметь и смыкаться понимать и те охранники за 50 рублей худые пацаны начинают выгибаться а коридор начинает сужаться мы ускоряемся и при вот это и все фотографируют в глазах одни вспышки она идет вот так склонила голову вот за за этим за своим охранником потом я иду с ней под руку и сзади еще один махры и начинают сдавливать и мы идет охранник впереди и прямо начинает наших сотрудников которые сдавлены превращаются в лепешку раздвигать и прямо бьет по рукам я даже по пару рук ударил потому что люди тянутся и я вот идут вот тут она под руку а тут я бью по рукам люди тянутся хотят потрогать хотят ущипнуть я не знаю что они хотят бы ненормальный фонарь и вот она так слету в машину я раз ей помог машин все охранник хлоп захлопнул дверь и все машина сразу стартану то все это какой-то капец девочки ну вот знаете какая эмоция осталась на всю жизнь вот это знаете живой голос аллы борисов пилюли от аллы борис за руку с ней подал под ручку походить это это вот вырвать еще и денег мне заплатили потом потому что я на подработке был такой вот прикол все девочки я не прощаюсь сегодня ветрено будут хорошие волны дождите сейчас я позанимаюсь 15 минут и пойдем море посмотрим все позанимался иду к нашему морю красивому любимому она сегодня бурно я кстати сверху приклеил такую новую губочку сейчас выйду на море руку уберу и вот так попробую поснимать папа послушаем стало лучше или нет потому что очень сильно уже шумели ну когда ветер прямо задувало в камеру посмотрим вот сейчас я вышел на открытую будет также сильно дуть или лучше стало послушаем красивые волны вот обратите внимание сегодня тучи но вот там солнышко и посмотрите как прикольно сейчас я на край подойду как лучи вот прямо приходят вот вправо видите так ложатся очень красиво так я руку убрал от камеры снимаю без руки чтобы послушать как защищает нас от ветра лучше не лучше чтобы признать может сверху еще одну надо приклеить какое оно красиво это море посмотрите это балдеж сейчас против ветра стою наверно вам дует аж копеек а вот так я рукой прикрываю так получше ого называется уровень шкалы сила моря когда до 1 до 2 2 это силу уже на 3 но вот видите там мокро мне кажется было и три балла буду подходить туда вы помните как она купает те кто близко подходят так далека вот Там какие волны сегодня, классно, на берегу. Такая вам мотивашка сегодня от меня. Кто помнит, кто знает, по-моему, Алла Борисовна всегда боролась с лишним весом. Она была тоже склонна к полноте. Бывали моменты, а она иногда не выглядела как девочка. Прям так, помните, когда уже ближе к свадьбе Максима Галкина, там были у нее пару клипов, она вообще была, я не знаю, стройненькая, как девушка. Ну, понятно, что у нее там лучшие диетологи работали, лучшие массажисты. Ну, не знаю. Но она менялась. Ну, вы помните, какая она начинала, когда Ледяной Горой Айсберг, и какая она сейчас, абсолютно два разных человека. Это, конечно, время нас не щадит, старит. Ну, не знаю, я сильно. Ну, грустно, конечно, что я уже не такой молодой. Понимаю, что я немножко профукал свое время, но ничего. Все впереди у нас. Главное верить, любить, быть добрым. Улыбку Будды применять. И все, у вас будет хорошо. Люблю вас, мои дорогие, всем пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жиру К5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.